Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Дарья. Ну, расскажите, пожалуйста, поделитесь впечатлениями своими от форума. Действительно, в этом году наша обычная родная конференция нефтегаз Сахалина проводится в новом формате. Ну, во-первых, это действительно дальневосточный энергетический форум. Во-вторых, много участников присутствует онлайн ввиду естественных ковидных ограничений. Ну, и, конечно, программа немножко претерпевает изменения. Деловая часть насыщена в этом году очень. Очень интересно было пленарное заседание, новые темы туда вводятся. Ну, наши старые родные сессии по экологии, по корпоративным социальным вопросам, они тоже остались. Поэтому впечатления самые благоприятные. И мне искренне хочется верить, что в следующем году мы сохраним наши старые добрые традиции и внесем что-то новое, что дал нам этот новый 2020 год. Вот смотрите, о чем был ваш доклад? Да, расскажите нам, пожалуйста. И, может быть, об итогах. То есть, вот что даст эта конференция вот всем? Как вы считаете? Какие-то, может быть, решения были приняты уже? Наша сессия была посвящена корпоративным социальной ответственности. В принципе, если смотреть на историю этой конференции, эта сессия, наверное, самая молодая в хорошем смысле этого слова. И мы какое-то время вели переговоры с организаторами, что КСО-сессия все-таки на форуме такого уровня должна быть. Если честно, нам какое-то время, несколько лет говорили, приезжают серьезные люди. Нефтяники, газовики. И им социалка, ну, наверное, не настолько важна и нужна. Но жизнь показала, что это одна из самых интересных сессий, на которую приходит достаточно много участников. И вопросы поднимаются самые разные. Вот в этом году не секрет и, в общем, не сюрприз. Сессия была посвящена ковиду, тем мероприятиям, которые компании и государство реализуют в связи с этой ковидной инфекцией. Насколько успешна или не успешна была в целом нефтегазовая отрасль, компании, которые работают здесь, на Сахалине. И каких успехов мы добились в профилактике и борьбе с инфекцией вместе, конечно, с государственными органами. Какие-то вот итоги были приняты? Какие-то решения? Может быть, какие-то новые проекты или еще что-то? Мы не ставили в рамках нашей сессии подписать какие-то договоры. Это была не докладная сессия. И это тот формат, который я лично очень люблю. Это была живая дискуссия. У нас был замечательный модератор Марина Вышакова из глобального договора ООН. И на сессии были представлены как те компании, которые работают здесь, в нефтегазовой отрасли, операторы проектов. Юридическая поддержка у нас была и, конечно, правительство Сахалинской области. Поэтому она была очень динамичная. Эта сессия насыщенная. Мы поделились опытом, что было, повторюсь, сделано, каких успехов добились. И, безусловно, планируем продолжать это дальше. Ну, каких успехов добились? Расскажите нам, конечно же, пожалуйста. Это первый вопрос. И вот, смотрите, очень много компаний. И вообще, в принципе, на форуме уделялось большое внимание как раз-таки выходу из пандемии. И вообще, в принципе, работе в это непростое время. Может быть, расскажете как раз-таки об успехах именно вашей компании? Безусловно, здесь не только наша компания, но Сахалину в целом есть чем гордиться. Потому что у нас, конечно, очень специфический регион. И есть факторы, которые играют нам в плюс. Но есть потенциальные риски, о которых мы не можем не помнить. Но плюс это то, что у нас островной регион. И, конечно, намного проще контролировать пассажиропотоки, что, собственно говоря, наш губернатор Валерий Ильич Лимаренко и сделал весной этого года. Это плюс. То, что касается... Я не могу сказать, что это минус. Это специфика региона. У нас достаточно много вахтового персонала. Причем те, которые работают и на нефтегазовых проектах, и в других отраслях. И мы понимаем, что каждый вахтовик приезжает из какого-то другого региона страны. И потенциально этот приезд каждого человека несет в себе определенные риски. Поэтому для того, чтобы эти риски минимизировать, очень много было сделано. Повторюсь, и правительством. Вы знаете, это и цифровые пропуска. И необходимость сдавать тесты на COVID перед приездом. И так далее. И компания очень много сделала. Например, в Сахалин Энерджи у нас есть целая система реагирования на нестандартные ситуации. В данном случае это COVID. И специфически для коронавирусной инфекции мы можем сказать, что наша основная цель была стерильность в производственных объектах. Мы должны были обезопасить производство и людей. Это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому один из элементов этого механизма – это целая система пункта временного пребывания. Где наши вахтовики перед тем, как попасть на производственные объекты. А я повторюсь, они у нас все стерильные, должны пройти 14 дней изоляции. Причем не только вахтовики, которые приезжают из других регионов страны, но и сахалинцы. Сейчас эта система сохранена или нет? Сейчас другая система. Безусловно, эта система сохранена. То есть эта система, эта стратегия была принята главным координационным комитетом, который разглавляет главный исполнительный директор нашей компании Роман Юрьевич Дашков, куда ходят все директора и все начальники ключевых департаментов. И одно из первых решений, которые приняла компания в лице главного координационного комитета – это как раз изменение графика перевахтовок и организация вот этих пунктов временного пребывания на севере и юге компании. То есть это места в Корсакове, в Южно-Сахалинске, на Огликском районе, которые приспособлены для достаточно долгосрочного пребывания людей. Обзерваторы? Обзерваторы, абсолютно верно. В компании они просто называются ПВП – пункты временного пребывания. И где люди 14 дней находятся в изоляции, два раза у них берут тест на COVID. То есть мы точно должны быть уверены, что когда они попадут на производственный объект, они ни в коем случае не завезут туда коронавирусную инфекцию, потому что цена ошибки может быть очень высока, как с точки зрения здоровья персонала, так и, конечно, с точки зрения производства. Но что очень важно, что бы я хотела подчеркнуть, вот эти 14 дней компания понимает, что это может быть достаточно сложно и психологически, и, может быть, физически находиться достаточно в изолированном пространстве. Мы сделали все, чтобы наши ребята чувствовали себя комфортно и время проводили с пользой. Поэтому мы сделали все, чтобы в течение этих двух недель они могли пройти необходимые тренинги. Более того, руководители объектов готовят планы работ на будущее, и вахтовики их изучают. То есть когда они реально попадают на производственный объект, они точно знают, что они должны будут делать. Они уже прошли оценку рисков этих работ. Поэтому, скажем так, вот КПД готовности при прибытии на объект, он очень сильно повышается. Но не будем говорить о том, что у нас 8 часов разницы с европейской частью страны, поэтому за 2 недели то, что они находятся на ПВП, всякий джетлаг, он, в принципе, не имеет смысла уже. То есть, получается, эти 14 дней они проводили с пользой. Вот как вы уже сказали про тренинги, это, я так понимаю, в онлайн-режиме, да, с ними проводилось? Конечно. Есть то, что проводится в онлайн-режиме, и есть те тренинги, которые закачаны на компьютеры, на лаптопы или айпэда, которые находятся у них в номерах. Поэтому они, конечно, могут лучше подготовиться и, может быть, пройти в том числе какие-то курсы повышения квалификации. В общем, время провели с пользой. Безусловно. Наталья, была ли какая-то поддержка медицинских организаций со стороны компании? Безусловно. Мы понимаем, что это сложное время для бизнеса. И, конечно, бизнес предпринимает много усилий для того, чтобы сохранить свою стабильность и думает об устойчивости. Но в то же время мы понимаем, что есть люди, которым сложнее, чем нам. Поэтому компания продолжила поддерживать сектор здравоохранения в этом году. Более того, мы существенно усилили это направление. Мы провели консультации с правительством Сахалинской области, с Министерством здравоохранения и составили целый список необходимого оборудования, который нужен нашим медицинским учреждениям Сахалинской области именно в это сложное ковидное время для лечения ковидной инфекции, коронавирусной инфекции. И оборудование на десятки миллионов рублей получили и все еще будут получать районные больницы, областная больница. Повторюсь, это те пункты, это то оборудование, которое сочли важным именно медики. Это, наверное, аппараты ИВЛ, возможно, да? Вот расскажите подробнее, может быть, какие-то такие назовете наименования. Вы знаете, это целый список оборудований. Конечно, это ИВЛ, конечно, это оборудование, которое называется амплификатор. То есть, в принципе, это то, что нужно в лаборатории для того, чтобы своевременно и точно проводить анализы. А мы понимаем, что при коронавирусной инфекции, при подозрении на коронавирусную инфекцию, конечно, ранняя и точная диагностика играет очень большую роль. Это станция обеспечения кислородов, которую мы заказали для Ноглихской центральной районной больницы. Она на нас к концу года должна поступить. И искренне хочется верить, что достаточно благополучно пережив сложный весенний-летний сезон, осенний-зимний сезон 2020-2021 года, Сахалинская область встретит во всеоружие, безусловно, с подачей и с поддержкой нефтяников. Наталья, спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания. Спасибо, Дарья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok